МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения и ваша информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Готовимся к весне. В Чебоксарах начали чистить ливневые стоки. Международные чтения. Иностранные студенты познакомились с творчеством Геннадия Айги. И здоровье укрепить, и значок ГТО получить. В республике прошел зимний фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне». О том, как изменилась за прошедший год столица Чувашии и жизнь горожан говорили сегодня на ежегодном отчетном заседании городского собрания депутатов. В Чебоксарах подвели итоги социально-экономического развития. 2015-й был непростым. Этого никто не скрывает. С одной стороны, социальные обязательства перед горожанами выполнены. Построено новое жилье, сданы в эксплуатацию детские сады, спортивные объекты, отремонтированы дворовые территории. Если в 2010 году объемы строительства жилья составляли около 255 тысяч квадратных метров, до 2015 года введено в эксплуатацию более 400 тысяч квадратных метров жилья. С другой стороны, как показали опросы, горожан беспокоят рост цен на продукты, коммунальные услуги, снижение уровня доходов. При росте заработной платы реальный уровень доходов жителей снизился на 7,9%. Причина – увеличение индекса потребительских цен, который по итогам года ставил 101,5%. И это основная проблема. Глава Чувашия напомнил градоначальникам. Муниципальный долг растет. Есть статьи, на которых можно экономить. Министр финансов Светлана Янилина даже посчитала сумму. Потенциально город может сэкономить 1 миллиард рублей. О том, за счет чего, подробно расскажем в нашем завтрашнем выпуске. Сегодня состоялась очередная сессия Государственного совета Чувашии. Треди основных вопросов повестки – отмена субсидий госслужащим, разграничение полномочий в сфере охраны окружающей среды, особенности применения системы учета оборота алкогольной продукции. Более подробно в нашем репортаже. С 1 января 2016 года организации, торгующие алкогольной и спиртосодержащей продукции, должны быть подключены к единой автоматизированной информационной системе учета оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, сокращенно ЕГАИС. До 1 июля эта норма касается оптовых продавцов, а с 1 июля и розничные продавцы в городских поселениях должны будут подтверждать факт продажи. Единственное исключение – на полтора года до 1 июля 2017 года от этой необходимости освобождены организации, работающие в населенных пунктах, в которых отсутствует точка доступа к интернету и где проживают не более 3000 человек. В Чувашии 188 таких поселений. В течение года необходимо обеспечить 66% территории Чувашии высокоскоростным интернетом, чтобы система ЕГАИС заработала без сбоев. Передача данных не только зависит от того, что там будет проложено оптиковолокно. Оказывается, еще и мощность, и скорость – все это влияет на передачу данных. Естественно, мы понимаем, да, если покупатель приходит на точку торговую и хочет купить, скажем так, спиртной напиток, если интернет не будет достаточно, скажем так, достойно работать, он может не купить. То есть какой-то парадокс может пойти, значит, приобрести, скажем так, на каких-то нерегальных точках. Чтобы таких вот вещей не было, значит, чтобы, как-то, скажем так, защитить интересы и бизнеса, скажем так, и непосредственно потребителей, вот составлен перечень сельских поселений. Парламентарии рассмотрели в первом и втором чтении законопроект о разграничении полномочий органов власти Чувашии в сфере охраны, окружающей среды, обеспечения экологической безопасности. Предусматривается разработка и реализация отдельных региональных программ в сфере оборота твердых коммунальных отходов. Кроме того, депутаты одобрили проект закона о приостановлении индексации зарплаты и выделении жилищных субсидий госслужащим Чувашии. Такое вознаграждение не выплачивается в республике второй год. С учетом сложившейся сегодняшней экономической ситуации и средней зарплаты по Чувашской республике, ну, надо, наверное, тоже государственным и гражданским служащим потянуть по ИСА. Депутаты заслушали отчет Министерства внутренних дел по Чувашской республике о деятельности полиции в 2015 году и Чувашского линейного отдела МВД на транспорте. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня депутат Государственного совета Чувашии, член фракции «Справедливая Россия» Владимир Михайлов принял решение об участии в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия». О своем решении он сообщил на брифинге, который прошел в перерыве очередной сессии парламента республики. Владимир Михайлов четыре с половиной года работал во фракции «Справедливая Россия» Госсовета, но за это время так и не вступил в партию. Но мои убеждения внутренние не позволили мне интегрироваться в «Справедливую Россию». Сегодня, в данный момент, мне поступило предложение от партии «Единая Россия» попробовать поучаствовать в праймеризе, который будет в мае месяце всего года, по выборам в Государственный совет следующего созыва. Я не скрою, с удовольствием и с большим удовлетворением принял это предложение и попробую поучаствовать. От нас избиратели ждут реальных дел, выполнения конкретных поручений, которые они дают нам как в виде наказов. Хочу быть в одной команде с теми, кто работает, и пусть жители Чувашской республики, в данном случае города Новочебоксарска, на праймеризе решат, нужен им такой депутат или нет. Это будет выбор горожан, и я буду уважать этот выбор. Сегодня же член фракции «Справедливая Россия» Леонид Люкин заявил о своем выходе из партии. Накопилось очень много неразрешимых вопросов к нашему федеральному партийному руководству, к партии «Справедливая Россия». Я подчеркиваю, к федеральному партийному руководству. То есть наверху идет игра в лице Левичева, в лице Сергея Михайловича Миронова. К сожалению. Поэтому в сложившихся условиях свое дальнейшее политическое движение в рамках «Справедливой России» я, к сожалению, не вижу. Леонид Люкин заявил, что получил предложение принять участие в процедуре предварительного голосования от партии «Единая Россия», но пока не принял окончательного решения. Глава Чувашских единороссов Николай Малов напомнил, принять участие в праймере сможет любой желающий, будь то член партии или без партийной. Главное условие – желание работать на благо республики и всей страны. И то, что мы сегодня приглашаем наших коллег-депутатов госсовета, членов другой фракции, я думаю, что это правильно. Если я говорил об этом, они чувствуют в себе силы, поддержку избирателя, народа. Если у них есть желание сегодня вместе с нами, засучив рукава, работать над конкретными делами, то, конечно, мы двумя руками «за». Мы протягиваем руку и готовы работать вместе в единой команде с главой республики, с президентом Российской Федерации, с фракцией «Единая Россия» в Государственном Совете в интересах жителей Чувашии на благо родной Чувашии и Российской Федерации. Впрочем, заявление депутатов – еще не путевка в парламент, республики или Государственную Думу. Им нужно пройти через процедуру предварительного партийного голосования, которое состоится 22 мая. И только потом участвовать в выборах. Готовы ли регионы к весеннеполевым работам? Как в 2016 году будут поддерживать аграриев и насколько Россия самостоятельна в плане обеспечения продовольствия? Об этом накануне говорили в Чебоксарах. Окружное совещание провел полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич. Ситуация в сельском хозяйстве России больше зависит от погоды, нежели от положения в экономике, говорят специалисты. Так, в кризисные 2008 и 2009 годы на фоне снижения темпов во многих отраслях агробизнес продемонстрировал устойчивый рост. То же самое происходит и сейчас. В настоящее время для сельского хозяйства сложились достаточно оптимальные условия, связанные с импортозамещением, связанные с введением санкций, когда сегодня востребована продукция отечественного производителя, когда сегодня серьезное внимание на всех уровнях уделяется мерам государственной поддержки и с федерального уровня, и с регионального развития сельского хозяйства. И мы видим по итогам 2015 года, что российское хозяйство демонстрирует устойчивый рост. В 2016-м, несмотря на экономические трудности, господдержка агропромышленному комплексу увеличивается на 7%. На эти цели в российском бюджете заложены 237 миллиардов рублей. В 2015-м закладывали 222 миллиарда. Однако такой поддержкой не так просто воспользоваться. Пример – льготные кредиты. С момента повышения ключевой ставки банками были ужесточены условия и порядок выдачи кредитов сельхозпроизводителям, которые рассматриваются банками как высокорискованные заемщики. В результате введения крупнейшими банками, Росельхозбанком, Сбербанком, обязательной процедуры согласования с главными офисами вопроса предоставления кредита, сроки рассмотрения заявок зачастую существенно затягиваются. У нас есть примеры, когда срок рассмотрения заявок составляет от 2 до 7 месяцев. В результате предприятий и предприниматели обращаются в региональные банки, которые не получают бюджетных средств, как институты развития, но предоставляют в этом плане более гибкие условия кредитования в сфере АПК. Такие кредиты обходятся аграрием дороже. Глава Чувашии Михаил Игнатьев озвучил еще одну проблему кредитования – отсутствие качественной залоговой базы. Михаил Бабич отметил, банкам необходимо разработать для агрария специальные кредитные продукты с учетом специфики заемщиков. Что касается предстоящей посевной, то по данным на 16 февраля 6 миллиардов кредитов Ростельхозбанк уже выдал. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы до конца первого квартала порядка 6 миллиардов дополнительно еще выдадим. Ну и обеспечим, по сути дела, начало проведения весенней полевой кампании. О необходимости оперативно изменить механизмы кредитования говорили накануне и в Минсельхозе России. Сельское хозяйство – одна из ключевых составляющих национальной безопасности. А как известно, что посеешь, то и пожнешь. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. В числе участников окружного совещания подготовки к весенним полевым работам был и министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Ахметов. Вот как он оценил аграрный потенциал Чувашии. Мы очень добрые соседи, очень внимательно следим друг за другом. Следим не с какой-либо завистью, следим с дружбой. И обмен опытом начал очень тесный между аграриями. По овощеводству очень сильно развитая республика. По картофолю мы в Приволжском округе не видим другого соседа сильнее вас. И тем более очень увлеченно в том числе фермерские хозяйства, крестьянские занимаются. Я сам лично несколько таких крупных ваших фермеров посещал, даже приглашал в Татарстан заниматься, в том числе и бизнесом. В птицеводческом направлении, в растеневодстве, кроме того, и зерновое. Ну, везде свои сложности и свои преимущества. Между прочим, сельское хозяйство Чувашии достойно держит марку. Необычный теплый февраль привел к быстрому таянию снегов. Чтобы избежать неприятных ситуаций и предотвратить мини-наводнения, коммунальные службы Чебоксар начали проверку и очистку ливневой канализации. Вот с помощью горячей воды и пара рабочих рук ливневки очищают от снега. Температуры достаточно, чтобы все заторы вымылись. Такие несложные манипуляции полностью освобождают дороги от лишней воды. Но проводить их необходимо вовремя. Сухие дороги – залог безопасности. В больших лужах может скрываться и гвоздь, и яма, и даже канализационный люк. В штате которой 20 человек и 6 единиц техники, в том числе гидродинамическая установка, которая способна прочищать засоры в коллекторах диаметром до 1000 мм. Бригада оперативно выезжает на место аварии в любое время суток. То есть происходит практически незамедлительно и устраняет различные возникшие аварийные ситуации. Их невозможно упрекнуть в отсутствии смелости и самоотверженности. Они приходят на помощь тем, кто в ней крайне нуждается. Как представляют себе нелегкую службу спасателей и огнеборцев, и возможности специальной техники юные жители Чебоксар показал городской конкурс-выставка «Броня и мощь России». Вот уже второй год подряд ребята из разных центров творчества и школ столицы Чувашии создают модели специализированной техники. В прошлом году в честь 70-летия Победы на выставке были представлены макеты военных машин и орудий. В этом году конкурс посвятили 25-летию службы МЧС. Пожарные машины, спасательная техника, автотранспорт, ДПС. Всего более 100 работ. Нам было важно, чтобы дети не только сделали работу, но еще узнали о такой важной службе. И понимали, для чего эти люди заработают, и важность, и ценность этой профессии. Работу оценивали представители как раз нашей службы спасения. Это и представители ВДПО, и службы медицинных катастроф, ну и, конечно же, наши коллеги из других домов и городского центра творчества. Стендовые и лего-модели, модели из геометрических форм и подручного материала – основные номинации конкурса. Но есть еще одно не менее интересное направление – фотография. Появилось оно только в этом году. Участникам этой номинации требовалось сделать снимок на фоне спасательной техники. Посмотреть своими глазами на творение детей можно будет до 1 марта. А у организаторов уже новые идеи. В год «Человека труда» участники будут мастерить специализированную технику – краны, экскаваторы, трактора. В общем, те машины, которые помогают сделать труд человека легче. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Прошедшую неделю в Республике вспоминали одного из лидеров советского и международного авангардного искусства – нашего земляка Геннадия Айги. Школьники и студенты знакомились с творчеством поэта, узнавали о его жизни, встречались с современниками Айги. А сегодня стихи нашего земляка читали на разных языках иностранные студенты. Они учатся в местных возах. Для ребят из Африки, Средней Азии, Южной Америки, Европы творчество Геннадия Айги стало открытием. Большинство из них в России первый раз. Им все здесь в диковинку. И если русская зима мало кому понравилась, то работы поэта впечатлили. Мы познакомились с новым поэтом Айги. Нам было очень интересно. Я раньше не читала стихи Айги, а мне очень интересно. Хочу читать и учиться стихи Айги. В советские годы Геннадий Айги мало издавался в нашей стране, но был хорошо известен за рубежом. Поклонники зачитывались его стихами, переведенные более чем на 50 языков. В последнее время интерес к необычной поэтии Айги растет, а в Чувашии его стихи включили в школьную программу. Геннадий Айги жил в разных странах, но никогда не принимал на свой счет обвинения в космополитизме. Называл себя гражданином мира. И сегодня его творчество по-прежнему остается языком международного общения, близкого и понятного всем. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика. Как в век глобализации сохранить национальную самобытность малых народов? Что необходимо для того, чтобы молодежь не только сохраняла культурное наследие, но и приумнажала его? Проекты на эту тему представили участники Круглого стола. Встреча состоялась сегодня в Чувашском государственном институте культуры и искусства. Чувашские цифры, традиции и современное применение. Открытое сердце Чуваши, кереметь. Всего семь проектов презентовали участники Круглого стола. У каждого свое видение популяризации чувашской культуры. Проект «Поем Чувашский алфавит» стал, пожалуй, одной из самых музыкальных программ. Светлана Владимирова признается, что этот метод помог ее ребенку быстро и легко запомнить Чувашский алфавит. Идея очень интересна, потому что запоминается такой алфавит гораздо быстрее и веселее. И если в каждом детском саду и школе будет такая музыкальная азбука, детям гораздо будет веселее учиться. И полезнее, потому что колорит музыкальный, он и присутствует в этом алфавите. Еще одним не менее интересным проектом стал этнический городок. По плану, этот островок национальных традиций раскинется прямо перед столичным институтом культуры. В основе парка – чувашские народные сказки. У нас в городе нету, вот именно, вот скажем, для туристов, кратко показать, рассказать свою древнюю, интересную, богатую культуру. Нету такого места. Для отдыхающих, для юго-западного района это как досопримечательность. Это очень здорово. В данное время, в 21 веке, мы должны популяризировать и пропагандировать свою национальную культуру. Потому что вот она очень богатая, она очень динамично развивающаяся. Потому что это показывает наши агадуи, как вот живо реагируют наши люди, жители нашего города. Поэтому это вот мы хотим здесь уже реализовывать. Каждый из участников может внести лепту в сохранение родной культуры. Притворив свой проект в жизнь. Юлия Важенина, Надежда Яковлева, Расиль Мухаммедов, Республика. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО объединил школьников всей республики. В Чувашии прошел зимний фестиваль «Готов к труду и обороне», посвященный 85-летию комплекса. В республике завершился зимний фестиваль ГТО, который собрал около 300 участников практически со всех муниципалитетов республики. Каждый человек, он должен знать свои способности и, допустим, вот какая-то непредвиденная ситуация, чтобы страна была обеспечена спортивными людьми и каждый, чтобы мог постоять за свою страну. Я пришел сюда, во-первых, для того, чтобы победить себя, потому что все равно соревнования такого уровня, я еще мало где участвовал. Так что хотя бы попробую на таком уровне. В победе не так уж сильно, а так для участия мы готовы всегда. Главное не победа, главное участие, да. В республиканском фестивале ГТО приняли участие школьники 3-й, 4-й и 5-й ступеней, то есть в возрасте от 11 до 17 лет. Кататься на лыжах они умеют, ведь на фестиваль приехали сильнейшие, победившие на предыдущих этапах. На лыжах я стою уже 4 года, и мне этот спорт очень сильно нравится. Трасса была не такая уж сложная, но быстро устала. Каждый из участников приехал на фестиваль комплекса ГТО «К труду и обороне» добровольно. Движение по пропаганде комплекса ГТО по республике приобретает все больше размах. И я думаю, что сегодня мы как бы лыжные гонки завершаем. Задача наша в этом году охватить всю обучающуюся молодежь, в том числе и школьники, и студенты. По итогам зимнего фестиваля будут выявлены сильнейшие спортивные дружины среди всех муниципалитетов. Причем результаты участников внесут во всероссийскую базу данных. А значит, первый шаг к получению значка ГТО ребята уже сделали. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Я с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин